Здравствуйте, меня зовут Сергей Михайлов. Я сейчас хочу рассказать об одном эксперименте, который я начал 26 дней назад, а именно 1 сентября. Дело в том, что я сейчас живу на юге Красодарского края, в своем доме. У меня есть свой сад. Вот сейчас я сижу под зимней яблоней. Растут яблоки. И каждый год случается одна проблема в августе-сентябре. Эта проблема называется перепроизводство. Растут яблоки, они падают, гниют. Растут сливы, они падают и гниют. Все, все падает и гниет. Поэтому я решил провести эксперимент. Один день, один день. Я подумал, а что если я буду питаться целый день виноградом? Каково было мое удивление, что я съел не больше 4 вот таких вот веточек винограда в день. В день, представьте себе. На следующий день я попробовал, подумал, что мне делать с моими яблонями, которые падают. Мне нужно съесть их как можно больше. И попробовал их съесть. Я съел не больше... Вот те яблоки закончились. Не больше таких вот восьми, таких вот шести яблок в день. Откровенно говоря, я испугался. Почему испугался? Потому что обычно мы кушаем и кушаем, кушаем и кушаем. А здесь хватило такого небольшого количества еды. Я обратился к своей знакомой Галине Валерьяновне Ермаковой, которая занимается натуропатией, которая занимается вегетарианцем. И спросил у нее советы. Что происходит со мной? Она сказала, замечательно все. Продолжай. Пробуй заниматься вегетарианцем. Пробуй заниматься монодиетой. И веди этот эксперимент одну-две недели. Я послушал ее и спросил ее. А что мне делать? Через четыре дня я собираюсь идти в горы. Довольно сложный поход. На три дня. Надо с собой тащить груз, палатки. Надо с собой тащить спальные мешки. Мы будем идти по колено в воде. Мы будем спускаться через каньон. Каньон Клата Лаганаки. Она сказала, бери с собой виноград и яблоки. Только и это. Я и не поверил. Поэтому взял с собой каши. С собой взял изюм. С собой взял орехи. С собой взял сухари. Откровенно говорю, что сухари я... Нет, сначала я отдал кашу своим товарищам. Потом отдал сухари. А изюм и орехи я с собой привез обратно. Что же я с собой взял? Я взял восемь таких яблок на три дня. И вот такую вот кастрюлю, наполненную виноградом. Какого было мое удивление, что этого рациона хватило не на три дня, а на четыре дня. При этом я поднимался по косогору, спускался, тащил с собой груз и так далее. Если сказать, что я удивлен, это слабо сказать. Я супер удивлен. Я просто поражен возможностью семьи человека, который хватает такого маленького количества еды. Этот эксперимент я продолжаю уже 26 дней. Когда я его закончу, я не знаю. Пока я чувствую себя хорошо. Кстати говоря, если бы я бы с толком подходил к этому эксперименту, то перед ним я бы хотя бы взвесился. И тогда бы вам сказал, что вот у меня был такой-то вес, стал вот такой вес. Я примерно знаю, что мой вес перед экспериментом был 85-86 кг. При росте 176 см. Так вот, около недели назад я пошел покупать арбузы и решил взвешаться на весах. Мои глаза не поверили той цифре, которую я увидел. Она показывала 70 кг. Я не поверил своим глазам. Только что я весил 86 кг неделю назад, а сейчас я вешу 70 кг. Наверное, сейчас еще чуть сбросил. Я спросил продавца, что это такое? Может быть, здесь ошибка? Она встала на весах и говорит, что все нормально. Вот если сказать, что я лежу на постели, нет. Я занимаюсь физическим трудом. Убираю огород, езжу на велосипеде. То есть занимаюсь активной деятельностью. Сколько будет длиться эксперимент, я не знаю. Может быть, когда закончатся яблоки, может быть, когда закончится виноград в моем саду, я его прекращу. Но, может быть, я его продолжу. Что бы я рекомендовал бы сделать? Просто так, ради эксперимента, попробовать кушать в течение дня моно одним каким-либо продуктом. Допустим, яблоками или виноградом. И посмотреть на свою реакцию. Ешьте только этот продукт. Ешьте только его. В чем фишка? Дело в том, что, когда вы кушаете один продукт, то тогда организм разбирается, и мозг разбирается, что вы кушаете. И через определенное время шлет сигналы в рот, чтобы он больше не кушал этого. Конечно, если его обманывать, сначала есть яблоки, потом есть хлеб, потом есть мясо, потом есть рыбу, то тогда организм будет не понимать, что же происходит. Он выговорит, давай еще, давай еще. Если вы хотите, без каких-либо затрат, временных или денежных начать эксперимент, то тогда советую посчитать в интернете по теме сыроедения. По теме сыроедения и по теме моноедения. А мой журнал, мой дневник о том, как я вел свой эксперимент, вы можете найти в моем блоге. Вот перед вами этот адрес. Спасибо. С вами был Сергей Михайлов.